здравствуйте представляем котел сыровали на 300 литров кран слива до 80 крышки разбираться на две половинки это значит здесь у нас клапан сюда подаем проточный нагрев либо охлаждение это краник ручного нагрева то есть охлаждение сюда значит воду заливаем воронку либо в клапан это уровень можно контролировать через стройник значит сюда у нас идет подача сюда у нас идет выход сброс также самое на стоит клапан сброса внизу для полного слива воды то есть по значит внизу стоит два датчика сухих хода которые контролируют уровень налива чаша зеркальная желобок для полного слива под кран 800 и значит включаем сетевую кнопку мощность 15 киловатт значит не будет воды загореться красной лампочке аварии здесь у нас группа безопасности вакуумно-аварийный клапан электронный манометр включаем сетевую кнопку каждый бок у нас получается 5 киловатт включаем либо 5 киловатт либо 10 киловатт либо общего 15 так на смешалка у нас в ручном режиме работает регулируется либо быстрее либо медленней в одну сторону либо в другую либо предусмотрен автореверс автореверс включаем и работает значит назад в одну сторону 20 секунд другую сторону 12 секунд через 20 секунд переключиться будет работать мешалка в другую сторону серия приключилась авторе из работает другую сторону сейчас дожидаемся случае выстроить пара чтобы создать давление в рубашке котел то есть у нас работает до больше ста градусов может нагревать сейчас идет пара перекрываем воронку так повторяю сам понятно отключили его наш мешалка разбираться на клапан соединений давление у нас давление растет рамка откидывается в сторону откручиваем поворотный узел сейчас давление дойдет 0 4 отключится и потом упадет 0 2 включится в рамку насчет кинули в сторону крышку убрали давление расчет то есть можно тут регулировать будет стрелка и верхние и нижние пределы значения это самое по тем по терморегулятору то есть у нас варен датчик из виде стакан и трубочка как бы то есть контролирует давление в рубашке пкм к тут температурный датчик у нас контролирует температуру продукта точно зайдет до предела дошло стрелка отключилась после того как бы нагрели нагрели отключаем нагрев сбрасываем давление и значит у нас здесь еще предусмотрены клапана для охлаждения то есть подаем сюда открываться клапана идет проточное охлаждение сюда сюда заходит сюда выходит либо для полного слива нажимаем кнопку сброса и у нас открывается клапан и вода сливается через нижний клапан все котел готов к работе